Всем доброго дня! Меня зовут Надежда и я рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня у меня выпуск очередной с моими готовыми работами, связанными мной за последнее время. Это весна и лето, которые выдались у меня не совсем вязальными, но тем не менее. У меня были связаны в основном аксессуары и насочные изделия. И первые две работы, которые вы видите в кадре, это две пары носочков из меланжевой пары пряжи. Одни вот эти поменьше на 36 размер и вторые на 38 размер. В этой модели у меня связана пятка бумеранг, а здесь квадратная пятка и ленточный мысок и там и там. В данной пряже мне понравилась больше именно пятка бумеранг, секции более ровно ложатся, поэтому на будущее я себе беру на вооружение вязать из такой секционной пряжи именно пяточку бумеранг. Вот такие вот две работы. Сейчас как раз сезон и на наличие я периодически вяжу. Дальше вот такая вот пара следочков. Это такие следочки-листочки. Есть в мастер-класс полноценный у меня на канале. Связаны они из пяже Полесье, фабрики Полесье. К сожалению, то не подскажу. Не осталось у меня этикетки, номер цвета. Но в палитре, по-моему, просто указаны зеленые, если я не ошибаюсь. Связаны на размер 38-39. Дальше у меня связаны были носочки. Вот такие с ажуром. Тоже уже вяжу не первый раз. Могли промелькаться на канале. Вязала из пряжи Ализе спицами 2,5. Да. На размер 36. Тоже пяточку делала бумеранг. И ленточный мысок. По вот этим носочкам тоже уже вышел у меня полноценный мастер-класс. В плейлисте вы можете найти, как на следки, так и на носочки. Плейлист называется «Пинетки и следки и тапочки». Все это можно найти там. Также у меня есть на канале все отдельно провязанное, да, как и пятки. Есть на канале пятка стройнг, ленточный мысок, квадратная пятка, такая вот пятка, да. Все это можно найти в мастер-классах у меня на канале. И также были связаны две пары вот таких обычных самых носок с бабушкиной пяткой и ленточным мысоком. Я извязывала свои остаточки, да, ну, которые уже именно на полноценное плечевое изделие не хватает, а в носочке самое оно. И вот эти вот все пары носочков, которые у меня сегодня представлены, они же у меня участвовали в совместном проекте «Непара», который проводила Калина. Ссылочку, ссылочки на девочек-участниц я оставлю в описании под этим видео. У меня последний отчет не вышел, у меня должен был, последними я довязала вот эти красные носочки, но немножечко прозевала с отчетом, вот поэтому уже показываю их здесь. Также оставлю ссылку на плейлист с данным совместным проектом. Возможно, вам будет интересно посмотреть поразни, именно по выпускам, как это все у нас происходило. И ссылочки на девочек-участниц, напомню, я оставлю в инфобоксе. Каналы начинающие, молодые, и наверняка вы найдете для себя, что посмотреть и чем вдохновиться. Также у меня были связаны две повязки. Одна совсем такая маленькая. Уже тоже вижу повязочку не первый раз такую. Есть полноценный мастер-класс на канале, но это такой больше детский размер, да. Вязала я их в две нити, уже тоже из остаточков. У нас какой размер хватило, нам такой и вышло. Уже, как правило, девчонки, кто вяжет из остатков, знают прекрасно, что остатки вывязываем туда, на что хватает, как правило, либо же на игрушке. И вот такая вот повязка с салуха, связанная резинкой, тоже из Ализе Симли в две нити. Полноценный мастер-класс на нее уже тоже вышел на канале. И также по завершении готовых работ я покажу сегодня брелочки вот такие вот. Вязала образцы для того, чтобы показывать петли, да, кромочные, как провязываются, для чего нужны. И остались у меня квадратики. Мастер-классы по петлям тоже вышли уже на канале. Кому интересно, нужно ли начинающих, можете подсмотреть. И уже, соответственно, поскольку у меня квадраты были связаны, я решила их не распускать, а сделать такие брелочки. Тоже есть мастер-класс на канале. Можно сделать в виде игрушки, сам квадрат на игрушку, да, можно брать любого размера абсолютно. Помпончики я пришивала покупные. Можно сделать самостоятельно из ниток. Как сделать помпон из ниток самостоятельно, тоже у меня есть ролик на канале. Я показывала, как делать помпон, даже если у вас нет специального на это приспособления. Это были все работы, которые у меня связались за это время. И я продолжаю работать, конечно, уже возвращаясь в полной мере к вязанию. Вязать я продолжаю. Сейчас вяжу джемпер для дочки, уже заканчиваю. В планах отснять расчет рукава до пройм. У меня есть на канале уже расчеты пройм, горловин, два вида, да. Имитация фабричного шва. И сейчас планирую отснять расчет именно рукава до момента пройма ввязывания. Также у меня в работе есть шапка из белого цвета. У меня оставался моток Ализе 800. Я его перемотала в четыре нити. Сейчас вяжу шапочку. И вяжу комбинезончик для собаки. Вяжу впервые. Сейчас, наверное, его покажу. Что уже у меня получается. Уже повторюсь. Вяжу впервые. Мастер-класса пока не будет. Потому что записываю пока за собой, да, что я набирала, куда я набирала. Это будет полноценный комбинезон. Я вот начала уже ввязывать ножки задние, да. И здесь оставила такое свободное пространство для передних лапок. Ну, да. Собачки. Вот такая вот штукинская у меня получается. Я повторюсь уже, повторяюсь, наверное, не раз, да. Что вяжу впервые. Пока мастер-класс не снимала. Пока соображаю для себя, как же его правильно вывязать, да. Ну, естественно, записываю за собой именно уже, что я вязала, сколько я вязала. Потому что эта работа будет на заказ. И если вдруг у меня самой собак нет, поэтому мне ввязать второй комбинезон именно для мастер-класса, чтобы он потом лежал, как бы я не вижу смысла. Если честно, девчонки, вот, правда, тратят время пряжу. Но если у меня вдруг появится еще один заказ, то уже следующий комбинезон я уже буду вязать на камеру. Я уже к тому времени доведу до ума записи и уже, как говорится, приступлю к съемкам. Ну, а пока вот на данном этапе это выглядит у меня вот таким вот образом. Надеюсь, сегодня была для вас полезна. Если это так, ставьте пальчик вверх этому видео. Не забывайте подписываться на канал. Будут еще много интересных, полезных роликов по вязанию и не только. У меня на канале есть также рубрика «Кулинарная». Туда тоже будут добавляться ролики для тех, кто предпочитает готовить дома. Ну, а на сегодня у меня все. Спасибо за внимание и пока-пока.